Приветствую всех из Одессы. Давно хотел записать такое видео и поговорить по поводу реагирования на воздушные тревоги. Как в принципе реагирую я, как реагируют многие люди. И как вы могли понять из начала видео, я данное видео назвал взрыв, который может стать последним. Уже как бы более года идет война в нашей стране. И, скажем так, провел уже такой своего рода как анализ на тем, как люди реагируют на воздушную тревогу. В частности, как я сам реагирую на нее, как реагируют мои близкие, знакомые. И вот, значит, многие идут в укрытие, когда уже слышат взрывы. То есть не когда начинается воздушная тревога, да, то есть как раз таки когда она начинается. Да, конечно, ситуации бывают разные. Очень часто воздушная тревога может начаться уже непосредственно перед взрывами. То есть ты не успеешь никуда уйти, как это было, к примеру, вчера. И бывали такие ситуации даже когда уже гремят взрывы, или только лишь потом начинается воздушная тревога. Но очень часто бывает такое, когда, в основном всегда так бывает, когда дается воздушная тревога. И опасность, предупреждаются об опасности, и уже какие-то взрывы начинаются там спустя полчаса, или спустя час, или может быть даже позже. Вот. Но люди, тем не менее, реагируют на воздушную тревогу уже непосредственно, когда начинают греметь, бахкать и так далее, и тому подобное. Я данный видеоролик хотел еще записать после событий в Умане, в Черкасской области, когда ракета попала в дом, и когда было много жертв, многие люди погибли. И вот, как раз таки в этой ситуации, взрыв, который люди услышали, он был для них последним. То есть, если бы люди отреагировали вовремя на воздушную тревогу, то есть, и как только тревога началась, они прошли в укрытие, то, соответственно, всем бы удалось выжить. А так как люди ждут, думают, а вдруг, как бы Умань, да, я хотел еще тогда этот вопрос затронуть, Умань, Черкасская область. То есть, если не ошибаюсь, я как бы стараюсь освещать все события, которые происходят в нашей стране, если не ошибаюсь, то в Умане никогда не было прилета до той ситуации, то есть, там всегда была тишина. И, соответственно, могу предположить, что люди, многие люди не реагировали там на воздушную тревогу. Вот, я просто вижу, как у нас в Одессе, то есть, звучит тревога, люди гуляют и дальше там по Деребасовской, по Аркадии, где были, там и остаются. Вот. А уже когда начинает бахкать, когда начинает греметь, тогда люди начинают куда-то бежать, искать какое-то укрытие. И в Умане, я думаю, там была абсолютная тишина, никаких неприлетов не было, ни ракетных ударов. И вот так случилось, что первый прилет, и сразу ракета попадает в жилой дом. Огромное количество жертв, огромное количество погибших. И так же было в Днепре, когда тоже ракета попала в жилой дом. Ну, и у нас было в Одессе, когда ракета попала в жилой дом террасы. В Сергеевке ракета попала в жилой девятиэтажный дом. Таких ситуаций было множество. И вот, сделать вывод нужно из этого всего. Вывод один, вывод простой, что обязательно всегда необходимо реагировать на сигнал воздушной тревоги. Только это может спасти вашу жизнь и жизнь ваших близких. Такая информация, друзья. Поделился с вами своими мыслями. Поэтому будьте бдительны. Будьте бдительны и не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги. Пройдите в укрытие. Лучше, так сказать, перебдеть, чем недобдеть. Лучше посидеть в укрытии. Да, может и не будет никаких взрывов, может и будет абсолютная тишина. Но, тем не менее, вы будете в безопасности. Потому что российские ракеты попадают в жилые дома. Это происходило неоднократно. И неизвестно, куда в следующий раз может попасть эта ракета. До встречи. Всем пока.